Здравствуйте! Здравствуйте! Чем запомнился 2018 год? Значимые события в политике, экономике, образовании и культуре региона. Об этом сегодня расскажут корреспонденты телеканала и я, Владимир Токмаков. Мы подводим итоги уходящего года. Политика может влиять на экономику, а жители региона лично могут принимать экономические решения о его развитии. Опыт Алтайского края в текущем году это показал. Программу развития региона обсуждал без преувеличения весь край. Лето стало политически жарким для региона, и временно исполняющий обязанности губернатора Виктор Томенко решал две задачи. Формирование программы развития Алтайского края и легитимизацию своей власти. Чиновник, получивший предложение возглавить регион от президента, а от таких предложений сложно отказаться, за три месяца должен был доказать населению, что имеет внятное представление о том, как развиваться краю дальше. И программу развития он предложил составить всем вместе. Чтобы сформировать перспективные планы, нужно дать оценку текущему положению дел, понять, какие направления развития должны стать приоритетными, какие решения первоочередными. И ответы на эти вопросы нужно найти сегодня, чтобы уже завтра начать действовать. Были рассмотрены тысячи предложений, поступивших от жителей края. А итоговый документ озвучили на Конгрессе с участием представителей муниципальных образований, депутатов всех уровней, чиновников регионального правительства, многие из которых на тот момент уже понимали, что после сентября продолжат работу на других должностях, и слова на других означают вовсе не повышение по карьерной лестнице. Мне, конечно, хотелось отметить системность этой программы, и мы действительно видим, что она охватывает все направления, все сферы развития Алтайского края. Свыше 20 тысяч жителей Алтайского края внесли предложение в эту программу. Это говорит об актуальности. Сразу после выборов, где Виктор Томенко достаточно ожидаемо получил поддержку большинства жителей региона, возникла некоторая пауза. Ни спеша, ни принимая быстрых решений, губернатор менял состав правительства. И для людей, понимающих суть экономических процессов, промедление было оправдано. Осень, финальный этап формирования бюджета на следующий год и замена ключевых фигур с правом подписи на документе вряд ли способствовало бы развитию региона. А вот ближе к окончанию подготовки проекта бюджета отставки и назначения стали еженедельными. Принцип работы – повышение и свободы действий, и самостоятельности для органов исполнительной власти края и для их руководителей. Что касается новых чиновников, то работа их стала прозрачнее. С первых дней новый, уже без приставки в Рио, министр отчитывался перед жителями края. Что намерен делать на посту, какие задачи поставил губернатор. Серия программ «Открытое правительство» вышла на телеканале «Катунь-24». Главное, что произошло, поменялась парадигма общения власти и жителей. Чиновник пока не снял деловой костюм, но из кабинета за толстой дверью уже вышел. Неуверенно озирается, иногда переходит на сухой канцелярский язык, но уже понимает, наступило время открытости, не губернатор должен прикрывать огрехи ведомств, а ведомство докладывать, что сделано во исполнении решений губернатора, которые, в свою очередь, являются воплощением программы, написанной жителями края. Максим Милосердов специально для «Катунь-24» и с наступающим Новым годом, годом политической открытости. Громче всего о политическом и экономическом развитии региона говорит следующая цифра. 100 миллиардов рублей – такой объем бюджета Алтайского края принят на 2019 год. Традиционно он будет социально ориентированным. Расходы на социальную сферу увеличат, в том числе дополнительно выделят 453 миллиона рублей на реализацию программы государственных гарантий бесплатного оказания медицинской помощи. А что изменилось в сфере здравоохранения в этом году, расскажет Полина Жданова. 46-летний житель Алейска Виталий Провоторов начал свой 2018 год с операционной. В качестве первого пациента, которому совершили пересадку сердца в Алтайском крае. Операция прошла успешно и стала одним из самых значимых достижений в сфере региональной медицины. В конце года алтайские хирурги пересадили второе сердце. В планах сделать это постоянной практикой. Сегодня в крае такой операции ожидают более 10 человек. Кстати, вы знали, что наши врачи освоили трансплантацию и других органов. Чаще всего в регионе пересаживают почки. Только в этом году около 70. Реже печень и костный мозг. Помимо этого, наши хирурги научились уменьшать желудок пациентам с ожирением и освоили новый способ лечения онкологии методом лазерной терапии. К слову, хирургия – это только один из многочисленных векторов развития в следующем году. Также в планах сделать акцент на заболевания, которые чаще всего приводят к летальному исходу. И для Алтайского края такими являются болезни системы кровообращения, в первую очередь это инфаркты и инсульты, это заболевания, касающиеся злокачественных новообразований, онкология как таковая. Это неотложные ситуации, которые встречаются в любой территории Алтайского края. На сегодняшний день для неотложной помощи в селах в крае действует уже 854 фельдшерско-акушерских пункта. Но на этом останавливаться не планируют. В бюджет уже заложено строительство дополнительных медпунктов. Также в регионе активно развивается телемедицина. Она необходима, чтобы ведущие узкие специалисты края могли проводить онлайн-консультации для пациентов, у которых нет возможности приехать в столицу региона. А еще сельские врачи в скором времени получат возможность обучаться у более опытных коллег дистанционно. Это, по словам министра здравоохранения, позволит улучшить качество первичной диагностики и раннего выявления смертельно опасных заболеваний. После пересадки сердца нашего пациента перевели в обычную палату для дальнейшей реабилитации. Здесь за ним следили и ухаживали медсестры. К слову, в регионе по-прежнему сохраняется кадровый голод. Это касается и медперсонала, и терапевтов, педиатров и узких специалистов. Его пытаются решить с помощью целевого образования и различных стимулирующих выплат, особенно тем врачам, которые работают в сельских ЦРБ. В следующем году планируется начать усиленную агитацию школьников на поступление в медицинские вузы. Мы говорим о возобновлении таких движений, как волонтерство. Мы говорим о появлении, может быть, профильных классов, где молодые люди могут приходить в наше учреждение и знакомиться с той работой, которую, возможно, они в будущем для себя изберут. Важным решением для региона стало увеличение поставок льготных лекарств. В частности, для лечения диабета. Новые препараты позволят увеличить продолжительность жизни у пациентов с этим диагнозом. Также, по словам Дмитрия Попова, за год в край увеличилось количество выписанных рецептов. Но теперь нужно активнее поработать над качеством и эффективностью назначаемой терапии. После реабилитации, поддерживающей медикаментозной терапией контрольного обследования, наш пациент с новым сердцем Виталий Провоторов вернулся домой, в родной Олейск. На сегодняшний день мужчина чувствует себя хорошо. Он вернулся к обычной жизни и воспитывает внуков. Что касается детей, в крае сохраняется довольно высокий процент младенческой смертности. Исправить ситуацию в следующем году намерены таким образом. Перинатальные центры региона усилят работу по профилактике преждевременных родов. А при возникновении угрозы жизни мам и младенцев, к ним будут выезжать дежурные круглосуточные группы акушер-гинекологов. Такую практику планируют распространить и в районах. Кстати, сельским гинекологам придется пройти переквалификацию, что повысит качество диагностики патологию беременных на ранних сроках. Модернизация ждет и службу скорой помощи. Ее работа кардинально перестроится. Все нововведения медицины 2019 будут направлены на одну глобальную цель. Максимально сохранить и продлить жизнь населению Алтайского края. Полина Жданова, Денис Кузьменко, новости и итоги. В Алтайский край стали чаще приезжать за здоровьем. Здравницы региона набирают популярность не только у россиян. За последние полгода поправить здоровье на Алтай приехало 5000 туристов, половина – иностранцев. Не только медицинский туризм пользуется спросом в нашем регионе, но также событийный и активный. В 2018-м в Алтайском крае появилось еще больше мест притяжения гостей. Среди них – горнолыжная база в Тигуне. О главных туристических событиях – Владислав Кириенко. Уже шесть лет подряд гости со всей Сибири приезжают посмотреть на цветение алтайской сакуры – символ весны и радости. Это главное событие праздника цветения моральника. Событийный туризм становится все привлекательнее для жителей и гостей края, а места цветения моральника – одни из самых популярных туристических маршрутов. В этом году гостями праздника стало рекордное количество человек – 30 тысяч. Это мероприятие действительно звучит, то есть на федеральном уровне, мы действительно в других регионах о нем знаем. Достаточно такой сильный магнит по привлечению туристов в ваш край. Фестиваль работает именно как визитная карточка территории, то есть мы все знаем уже моральник, да, и что он здесь. И за счет того, что проводится фестиваль, можно… Ну, это дополнительный информационный повод, который звучит на разных площадках, и опять Алтайский край, Алтайский край, Алтайский край – это работает во многом на продвижение территории. С размахом отметили и другой праздник – Сабантуй или Торжество Плога. Так его название переводится с тюркских языков. В этом году праздник татарской национальной культуры стал юбилейным в крае – 25-м. И встретились на нем главы сразу трех регионов. Это губернатор Алтайского края Виктор Томенко, глава Республики Алтай Александр Бердников и президент Республики Татарстан Рустам Мениханов. Ну, а с Республикой Татарстан, с руководством ее у нас также прекрасные, отличные связи. Они давние уже, они давние, с 2005 года. Они формализованы в виде соглашения о сотрудничестве. Уже одно выполнили, подписали не так давно следующее. Есть протокол конкретных действий наших шагов, так называемая дорожная карта аж до 2020 года. Этим всем занимаемся. Настолько сегодня уже связи развились. Связывает Алтайский край и Татарстан теперь не только дружба. Появились новые маршруты. Авиарейс «Казань-Барнеул» начал работу в этом году. 50 человек теперь может улететь в столицу Татарстана и вернуться обратно на самолете CRJ-200. Всего за три часа. На субсидирование проекта направили 40 миллионов рублей. Это связь регионов, однозначно. Это работа соответствующих структур администрации краевой вместе с соответствующими организациями и структурами республики Татарстана об укреплении межрегиональных связей. Туристические связи стали крепче и с нашими соседями, Казахстаном. Компании Алтайского края нашли там новых партнеров для совместной работы по развитию туризма и санаторно-курортного дела. Сегодня более 3,5 миллионов жителей Казахстана едут путешествовать в Россию. Столько же россиян приезжает отдохнуть в Казахстан. На форуме межрегионального сотрудничества по Владаре наш регион и Казахстан договорились создать единую общедоступную информационную среду, а также развивать въездной и внутренний туризм. Мы будем взаимодействовать в рамках наших приграничных территорий. Для нас это принципиально важно, потому что мы считаем, что так как мы граничим и казахстанские туристы часто приезжают к нам, нам хотелось бы на государственном уровне решить проблему приграничного туризма, соответственно, чтобы наши граждане также могли беспрепятственно пользоваться всеми туристскими объектами Казахстана и наоборот. Уже традиционно по итогам года туристические проекты Алтайского края получают признание на федеральном уровне. Наш регион – постоянный участник премии National Geographic Traveler Awards. В этом году Алтайский край победил в номинации «Российский оздоровительный отдых». А в финале национальной премии Russian Event Awards четыре туристических проекта получили призовые места. Отметили событийный календарь Алтайского края, долину семейного отдыха Алтайской холмогорье, праздник цветения моральника и алтайскую зимовку, которая свой пятилетний юбилей впервые отметила на Бирюзовой Катуне. Теперь это центр не только летнего, но и зимнего туризма в крае. Бирюзовая Катунь как главная площадка, она уже несколько лет подряд ждала этого момента. На самом деле Бирюзовая Катунь – это точка проведения событийных мероприятий, это открытие летнего сезона, это яркие мероприятия, лето, это и зимний сезон. И поэтому не случайно в этом году это не городской праздник, а по-настоящему туристический. Новый проект Алтайского края – спортивный туркластер «Тигун», где горнолыжная база в будущем может составить конкуренцию кемеровскому Шерегешу. Из Барнаула до Тигуна можно добраться за несколько часов на электричке. Снег там лежит с октября по апрель. Для любителей активного отдыха уже построили горнолыжный комплекс «Бирлога». Работает кафе, гостевой домик про котлы шестноубордов. Через несколько лет здесь должна появиться горнолыжная и лыжная трассы, веревочный парк, бугельная канатная дорога, вертолетная площадка. Одна из задач – сделать базу круглогодичной. На развитие комплекса направят более полумиллиарда рублей. Краевые власти хотят заинтересовать проектом Ростуризм и Министерство спорта России. А это федеральные инвестиции и перспектива стать общероссийской горнолыжной базой, где будут проходить масштабные спортивные мероприятия. Владислав Кириенко. Новости итоги. Развитие внутреннего туризма вплотную связано с совершенствованием дорожной сети региона. И в этом году ей уделили особое внимание. Дорожники изменили изначальный план ремонта на 2018 год и увеличили объемы работ. На развитие дорожной сети потратили 12,5 миллиардов рублей. На полмиллиона больше, чем в прошлом году. Как ощутили это жители Алтайского края? Узнаете далее. В Алтайском крае более 16 тысяч километров дорог общего пользования. Поэтому показателю наш регион занимает первое место в России. Однако по качеству дорожного покрытия Алтай вряд ли войдет в тройку лидеров. Ситуация начала меняться в этом году. Пришлось увеличить масштабы первоначального плана на 2018 год и учесть пожелания жителей. Планы от первоначальных увеличились значительно на миллиард 270. Губернатор непосредственно при добавке акцизов, скажу так, что, наверное, повторюсь, что был сделан анализ с 30 мая до конца сентября всех входящих в адрес его обращений. Их было 146. 66 сразу нашли отражение. И 500 миллионов дополнительных, скажем так, согласовывались с ним адресно именно на выполнение обращений. Всего на ремонт дорог в этом году потрачено около 12 миллиардов рублей. Сумма превышает даже запланированные на 2018 год показатели. Нормативное состояние приведено почти 700 километров. Так строили и обновляли не только федеральные и региональные транспортные артерии, но и улицы, на которые жаловались жители. К примеру, в Барнауле по программе формирования комфортной городской среды отремонтировано 65 дворов. Проживаю здесь с 2006 года. До этого года у нас не было такого ремонта, как в этом году нам сделали. Сделали очень хорошо все. Подрядные организации приводили в порядок проезжую часть, устанавливали бордюры, новые лавочки, делали парковочные карманы для автомобилей. Барнаул, как самый густонаселенный город-края, получил наибольшую финансовую поддержку. Только из краевого бюджета более 313 миллионов рублей. За счет этих средств в городе отремонтировали почти 20 улиц. Еще 44 по приоритетному проекту «Безопасные и качественные дороги». Я как жилец, наверное, и все жители города заметили, что в этом году, в том, и особенно в этом году, по городу шло обновление дорог общего пользования. Лично я доволен ремонтом, капитальным, на мой взгляд, ремонтом дороги по Петросухово. Там установлены новые пешеходные переходы, полностью был заменен дорожный бордюр, камень дорожный. Пешеходные переходы оборудованы лестницами, перилами, но очень радует. Значительно улучшилась в этом году дорожная ситуация в Бийске. Благодаря поддержке края и нацеленности власти Наукограда на обновление транспортной сети. Здесь провели, пожалуй, самые масштабные ремонтные работы за последние несколько лет. Полностью или частично отремонтировали улицы Ломоносова, Мухачева, Можайского, Пушкина, переулок Бытовой и другие. Езжу очень много, по нескольких часов в день. Разница есть, большая, по сравнению с прошлым годом. Начали ездить, хоть более-менее нормально, не кланяться каждой кочечке, как было раньше. Сделали много дорог, тут сделали, видно, видно. Только поздновато, конечно. Ну, а так-то есть, есть разница, большая. Мне понравилось, что вот эту сделали Матросову и вот Ленинградскую. Вот Ленинградскую хорошо разгрузили. То есть, как бы удобно ездить. Одним из способов узнать мнение горожан стало голосование, которое проводили в сентябре, в том числе в Бийске. По его итогам на 19-й год составлен список улиц, подлежащих ремонту. Город Бийск с 19-го года пошел в программу безопасных и качественных дорог. Из федерального бюджета выделено 200, это уже точно, 200 миллионов рублей. Плюс софинансирование Дорожного фонда Алтайского края еще 47, почти 48 миллионов рублей. Это та часть, которая пойдет на большой, на крупный ремонт целых улиц, крупных участков дорог. Но мы не отказываемся от темы локальных ремонтов. Готов план работ на будущий год и по всему краю. В 2019-м стоит задача отремонтировать более 900 километров дорог. На эти цели запланировано потратить 10 миллиардов 800 миллионов рублей. На миллиард больше, чем в 2018-м. Больший упор будем делать на ремонты. Порядка 20% найдет в смете дорожная именно тема ремонтов. Немножко снизим объемы строительства в связи с дорогостоящим видом. И будем как можно более массово заниматься ремонтами. Стратегия будет та же. Паспель Хакурья – это верх, северо-запад. Это направление между Бийском и Кемеровской областью. Проект безопасной и качественной дороги. Этой осенью в Москве на международном форуме «Транспортная неделя» встретились губернатор Алтайского края Виктор Томенко и министр транспорта России Евгений Дитрих. Они обсудили перспективы реализации национального проекта «Безопасные и качественные дороги» в Бийской и Барнаульской агломерациях. Итог. В наш регион поступят дополнительные 2 миллиарда рублей на обновление дорожной инфраструктуры. Вадим Слюсарев, Галина Юмашева, Алексей Шаульский, Роман Хайрулин. Новости. С обстановкой на дорогах тесно связаны и происшествия. Резонансные ДТП, крупные коммунальные аварии и традиционный весенний паводок. Что пережили жители региона в уходящем году? О самых громких происшествиях 2018-го расскажет Евгения Князева. В начале нового года Алтайский край накрыла целая череда коммунальных аварий. Все началось в конце января в селе Кусак немецкого района. Здесь произошел порыв теплотрассы, из-за чего практически все село осталось без отопления. Ситуации разбирались вплоть до нового отопительного сезона, который, к слову, сорвался на месяц. Не обошлись первые месяцы 2018-го и без пожаров. Безусловно, самым громким и ужасным событием в России стал пожар в Кемеровском ТЦ «Зимняя вишня». Его жертвами стали 64 человека, включая 41 ребенка. Сразу после этого ЧП в торговых центрах нашего региона начались проверки на соблюдение правил пожарной безопасности. В итоге временно закрытыми были семь площадок. Весной в регионе стартовала череда подтоплений. Паводок в этом году начался в 20-х числах марта. Среди первых территорий, куда зашла большая вода, оказались Краснощоковский, Черышский, Петропавловский, Солонешинский, Угловский, Локтевский и Третьяковский районы. В результате пострадали около 18 тысяч человек и сотни приусадебных участков. Паводок, так скажем, раньше на две недели, чем положено, он пришел на территорию края. И тоже ситуация была почти такая же, соизмеримая, как в 2014 году. Приходилось тоже больше месяца где-то примерно мы боролись в этой ситуации. Но если к весеннему половодью можно подготовиться и контролировать исход событий, то ураган, накрывший Алтайский край вечером 23 июня, застал жителей региона практически врасплох. Сокрушительная сила стихии пронеслась и по Барнаулу, разрушая на своем пути дендрарии, срывая крыши домов и линии электропередач. Не обошлось и без человеческих жертв. Сильный порыв ветра буквально снес башенный кран, работающий на Ленинском проспекте. В этот момент в кабине находился машинист, который скончался от полученных травм. По факту гибели машиниста башенного крана в городе Барнауле, следственными органами Следственного комитета России по Алтайскому краю, возбуждено уголовное дело по статье 216 Уголовного кодекса Российской Федерации. Это нарушение правил безопасности при ведении строительных иных работ, повлекшее по неосторожности смерть человека. Это были только крупные ЧП трагедии в регионе за прошедший год. В ужас можно прийти от количества жертв. В трагедии 2018-го унесли жизни около 20 тысяч человек. Для сравнения, в 2017-м это число было в полтора раза меньше. Остается надеяться на то, что в следующем году эти цифры не вырастут в геометрической прогрессии. Здесь главное помнить, что все зависит от нас. Евгения Князева, Сергей Седых, Антон Червяков, Роман Хайрулин. Новости. Полным своеобразием оказался и сельскохозяйственный год на Алтае. Начиная с весны, аграрии пережили невероятную гамму чувств. От бессилия перед капризами природы до торжества за полученный результат. Хлебный каравай оказался внушительным. Более 5 миллионов тонн зерна. Это четвертое место среди регионов России. О том, насколько плодородным вышел 2018-й, расскажет Рима Менина. Мы сутками работаем. Как-то погода позволяет, прям дежурим в поле. Но не всегда агрегаты идут, когда уже грязь. В нынешнем году даже старожилы не припомнят настолько аномальной весны. Переувлажнение почвы, низкие температуры. Погода буквально не давала аграриям сделать ни шагу в проведении посевной. Это и стало основанием для введения губернатором в край режима чрезвычайной ситуации. Выходим на такое решение, что есть необходимость, в первую очередь экономическая, экономического толка, необходимость ввести режим ЧС по краю, для того, чтобы наших сельхозтоваропроизводителей поддержать, подстраховать на момент того, что могут быть и сложные осенние дни, когда у нас уже будет уборочное, и была возможность им спокойно рассчитывать свои силы и в будущее смотреть уверенно. Между тем, в начале июня уверенно смотреть в будущее было очень непросто. В хозяйствах, в лучшем случае, было засеяно около 70% посевных площадей. Сельхозтоваропроизводители, что называется, на ходу меняли структуру посевов в сторону увеличения масличных культур. Если по прошлому году, мы в конце апреля уже сеять начинали, а в этом году, к середине мая только, как погодные условия позволили. Да, очень тяжело. Приходится вылазить очень часто, чистить агрегаты рабочие, вот на сеялке, сошники, все забивается соломой, с грязью, это физически очень тяжело. День от работы, скажем, смену. Впрочем, и нынешний сезон алтайские крестьяне сумели провести успешно. Идеальная погода осенью позволила поставить достойную финальную точку. В итоге, воловой сбор зерна 2018 года превысил 5 миллионов тонн. И это при том, что площади сева зерновых и зернобобовых были уменьшены почти на 500 тысяч гектаров. В рейтинге аграрных регионов России по сбору зерна Алтайский край занял четвертое место. Кроме того, Алтайский край вышел на второе место в России по площадям посева масличных. Общий объем маслосемян в весе после доработки составил 900 тысяч тонн. Благодаря высокой маржинальности масличных многие крестьяне стали активно вводить их в севооборот. Например, посевные площади под Рапсом с 2016 по 2018 год увеличены с 50 тысяч гектаров до 137 тысяч. По поголовью крупного рогатого скота и объемам производства молока, край прочно держит позиции в первой пятерке регионов страны. С начала года во всех категориях хозяйств получено более 1 миллиона 200 тысяч тонн молока. Такой результат стал возможен благодаря тем многим предприятиям, которые вкладывают средства в развитие кормовой базы и ведение селекционно-племенной работы. Мы сейчас как бы у нас каждый год в стадо вливаем, стараемся продуктивность всего побольше, чтобы не телят давали. То есть если раньше у нас и там литров 14-15 мы как бы еще вставляли, то сейчас маленько мы уже стараемся в стадо вводить уже 17-18 и выше. За счет этого тоже появилась продуктивность дойного стада. 18-й год обещает стать важной вехой в истории молочного скотоводства Алтайского края. Впервые в регионе продуктивность превысит 5000 килограммов молока на фуражную корову. В достижении таких результатов свою роль сыграла и господдержка. В 2018 году общая сумма государственных вложений в АПК и развитие инфраструктуры превысил 4 миллиарда рублей. Хорошим подспорьем в период уборочной стала выплата компенсации за удорожавшее дизельное топливо. Нашему региону был выделен самый большой транш – 360 миллионов рублей. Здесь мы большие серьезные усилия предпринимали, организационные в первую очередь. Ну я бы даже их назвал такими организационно-политическими, поскольку уже нужно было выходить на уровень руководства страны для того, чтобы как-то повлиять на эту ситуацию. В настоящее время решение принято. Частичная компенсация роста стоимости ГСМ будет предусмотрена для сельскохозяйственной сферы и для наших предприятий. В крае продолжает развиваться фермерское движение за счет реализации целевых программ. С начала их запуска более 300 сельских предпринимателей получили гранты на сумму свыше 780 миллионов рублей. Одним словом, сельское хозяйство Алтайского края полностью обеспечивает местных переработчиков натуральным сельскохозяйственным сырьем. Регион лидирует в России по выпуску муки – крупяных изделий. Он входит в пятерку крупнейших российских производителей макаронных и аналогичных мучных изделий. В 2018 году алтайские предприятия-зернопереработчики продолжили реализацию значимых для края инвестиционных проектов. Так было завершено строительство универсального группа завода производительностью 100 тонн в сутки на Третьяковском элеваторе. Введена в строй мельница на Табунском элеваторе. Алтайский край сохранил лидирующие позиции по выпуску сыров, сливочного масла и сухой сыворотки. И ранее, и сейчас мы придерживаемся тех традиций, которые были еще 20, 30, 40, 50, 90, наверное, лет назад. И производим сыры, крупные сыры твердые, с высокой температурой второго нагревания. Советский, швейцарский, горный, алтайский. Алтайский край был и остается крупным экспортером продовольствия, которое производится местным пищепромом из экологически чистого сырья. Сегодня расширяется список продукции, которые вывозят не только в другие регионы, но и за рубеж. В последние годы у зарубежных партнеров появился интерес и к новой группе алтайских товаров. Это продукты переработки рыбы, мед, кондитерские изделия и мороженое. Примерить на себя роль полицейского, смастерить робота и выучить третий язык – все это теперь могут алтайские школьники и студенты. Образование в 2018-м стало многофункциональным. В учебных заведениях открылись новые направления, а дополнительное образование расширило границы. Подробнее Екатерина Варкентин. Эти полицейские первоклассники – учащиеся 53-й школы. Строевая подготовка, каллиграфия, права и обязанности в картинках – это часть их школьной программы. Они обучаются в профильном классе. Сегодняшняя тенденция в образовании – в школах помимо традиционных, гуманитарных, естественно-научных и математических классов появляются узкоспециальные, аграрные, инженерные, медицинские и даже правоохранительные классы. Криминалистику, строевую и огневую подготовку изучают школьники 10-11 классов, а также посещают Управление МВД России по Барнаулу, Академию при Президенте и Барнаульский юридический институт. Я поняла, что в службах полиции это очень тяжело, это очень ответственно, и отношение мое не поменялось, я просто изнутри увидела, что же это такое. Хочется помогать людям, хочется совершать добрые дела и охранять закон и порядок. А порядок в доме будет, если первой в него войдет кошка или рабокошка, как в технопарке «Кванториум», который открыли в Барнауле весной. Подобных роботов здесь теперь создают юные изобретатели. Ученики технопарка уже становились победителями Всероссийской Олимпиады «Кванториада», а буквально перед Новым годом вошли в тройку победителей международного конкурса инженерных команд. Когда думался проект «Кванториум», когда я его Владимир Владимирович запускал в 2015 году, о том, что здесь мы вырастим новые кадры, новых специалистов, которые через 7-10 лет придут на предприятия, в реальный сектор экономики с принципиально другим видением, с видением всего технологического процесса от его зарождения до завершения проекта, с умением работать в команде, с креативным мышлением, с продуктовым, заряженным на поиск новых конструкторских решений. Успешный специалист владеет иностранными языками, посчитали в Министерстве образования. И с 1 сентября второй иностранный язык стал обязательным для учащихся 5-9 классов. Чаще это немецкий, но в некоторых школах вводят и французский язык. Но и этого мало. Что такое человек со знаниями, но без культуры? Теперь школьники могут прочитать книгу и увидеть, как персонажи ожили на сцене. В Бранауле стартовал проект «Школьная афиша». Это серия спектаклей по программным произведениям. На уроке литературы ребенок книгу прочитал, а после сходил на спектакль. В театре звучит музыка, в театре декорации. И он может сопоставить, уже совпадет ли его мнение с тем, увиденным, что происходит на сцене. Ну и, конечно, после этого обязательно обсуждение в классе, дома. Я считаю, что семья тоже имеет важное значение в процессе воспитания, приобщения к миру искусства. Так выглядит современный школьный учебник. С его помощью можно прослушать диалог на английском, увидеть результаты экспериментов по физике или процесс деления живой клетки. Выполнил задание и сразу получил оценку. Школы региона начали переходить на электронные учебники. А благодаря проекту «Яндекс.Лицей» можно изучить программирование. Он реализуется на базе Алтайского госуниверситета для учащихся 8-9 классов. Они будут изучать один из самых востребованных в современном мире языков программирования Python. Этот язык для начального уровня считается наиболее удачным. И компания «Яндекс.Лицей» также считает. Обучение проходит два года. После первого года определяется состав участников на второй год, соответственно, по рейтингу. Перемены затронули и среднее профессиональное образование. Более 300 миллионов рублей фактически в 2018 году направлено на обновление среды в колледжах, где учатся ребята и прежде всего из сельской местности. Так, например, в сельскохозяйственных колледжах с 2008 года не покупалась никакая техника. Кроме того, в 2018 году завершили строительство двух школ в Барнауле и в Егорьевском районе. Отремонтировали больше 150 образовательных организаций. Закупили компьютеры и столовое оборудование. Обновили 25 спортивных залов. А в 2019 году масштабным проектом станет возведение еще нескольких школ и 10 детских садов с ясельными местами. Всего на строительство и ремонт объектов образования пойдет больше 3,5 миллиардов рублей. Вот что главного мы увидели в этом году в образовании. Новые тренды возникают неспроста. В Алтайском крае, как и во всей стране, сейчас хотят уберечь детей от неправильного выбора и помочь определиться с будущей профессией как можно раньше. Екатерина Варкентин, Михаил Лифуншан. Новости и итоги. Уходящий год был годом добровольца. На телеканале Катунь24 тоже есть проект, где мы соединяем тех, кому нужна помощь, с теми, кто может ее оказать. В 2018 в рамках проекта «Могу помочь» мы помогли 10 нуждающимся. И речь не только о деньгах. Зачастую волонтеры и благотворители помогали вещами, звонили героям сюжетов со словами поддержки. О самых трогательных и ярких историях узнаете в нашем следующем сюжете. Иван Иванов стал чемпионом Алтайского края по боксу в уходящем году два раза. Тренировки в спорткомплексе для детей-сирот Добрыня посещает пять раз в неделю. И теперь занимается на новом боксерском ринге. Его приобрели и установили волонтеры реабилитационного центра «Ключ в жизнь». Именно благодаря им Иван и другие дети-сироты теперь смогут полноценно готовиться к всероссийским соревнованиям. «Для нас это в первую очередь духовный рост, это помощь. Помогая другим, помогаешь себе. Спорт – это здоровье. Здоровье – это на сегодняшний день очень важно среди молодежи. Чтобы молодежь не проводила время во дворах, не занималась плохими вещами, а приходили сюда». Некоторые проблемы действительно может решить только телевидение. Эта семья обратилась к нашему телеканалу с просьбой о новом металлопрофиле. Прежнее унесло ураганом, и в каждой комнате был сильный потоп. Благодаря нашим телезрителям Новый год многодетная семья встречает с крышей над головой. «Бед и горя у нас вокруг очень много без этого. У меня маленькие дети. Я стараюсь показать им, что нужно по жизни быть не только активным человеком, но и оптимистичным, потому что иначе в этой жизни у нас сейчас такая жизнь тяжелая – не прожить». Пожалуй, самая трогательная история – исполнение мечты ветерана войны. Михаил Чешуин хотел, чтобы его военная хроника, хоть и в нескольких экземплярах, стояла на библиотечных полках в школах и попала в руки ученикам. Книгу ветерана Ксения Белоусова отправила в школьные библиотеки. Благодаря ей непридуманные рассказы большой войны смогли прочитать сотни барнаульских школьников. «Я считаю, что наш долг – это счастье, нам надо создавать на земле. Спасибо, что вы помогли отпечатать книги эти, хорошие, быстрые реакции. Очень большое спасибо». Оказывается, помогать просто. И для этого не нужно много денег. Так восьмиклассник Матвей Гальцев разбил свою копилку и, не раздумывая, потратил все до копейки на подарок Кате Сидоровой. Девочка после страшного пожара ютится в маленькой квартире с бабушкой. И уроки ей приходилось делать за письменным стулом. «Мне очень понравился стол. Я очень благодарна. Надеялись. И нашлись люди, что я очень благодарна». «Мы рады, что среди жителей Алтайского края нашлись неравнодушные и отзывчивые. Именно благодаря им десятки людей получили необходимую помощь. А мы еще раз убедились, если поверить в добро и просто попросить о поддержке, то случится настоящее чудо». Анастасия Борисова, новости и итоги. Что касается года добровольца, в Алтайском крае в разы увеличилось количество волонтеров. Сегодня их более 90 тысяч. А 2019-й в России объявлен президентом Годом театра. Но по-настоящему театральным в нашем регионе был именно 2018-й. Кукольные и молодежные отметили свои юбилеи. Для постановок спектаклей в Барнову приезжали столичные режиссеры. Что интересного и важного произошло еще в культурной жизни региона, подытожит Анастасия Романова. «А девушка шла, и к нему подошла, что случилось с тобой, я нашла». Десятки тысяч человек, сотни премьер, крупные юбилеи и знаменитые гастролеры. С каждым годом Алтайский край все больше завоевывает звание культурной столицы Сибири. Подтверждение этому – главное летнее событие – Шукшинский кинофестиваль. В этот раз, 20-й по счету, он собрал на горе Пикет рекордное количество гостей. Более 15-ти тысяч человек со всей страны и ближнего зарубежья. В эти дни проходит огромное количество событий, встреч, показов новых, представлений новых фильмов, спектаклей. Мы прикасаемся к творчеству мастера, который был так близок и продолжает оставаться так близок к своей родной земле, к простым людям, которые живут здесь и в нашей стране. Если на Шукшинских днях основное внимание отдано киноиндустрии, то на фестивале имени Валерия Золотухина свое творчество представляют театральные коллективы страны. Фестиваль проходит раз в два года и в этом году барнаульцы увидели 14 разноплановых спектаклей Татарстана, Карелии, Кемерово, Казани, Новосибирска и Якутии. Несмотря на то, что подготовка и организация такого масштабного события заняла несколько месяцев, молодежный театр Алтая успел подготовиться и к своему юбилею. Труппа отметила 60-летие премьеры спектакля «Кысь» по роману Татьяна Толстой. Но каждый молодой человек должен понимать, что за все, что он совершает, существует в конце пути расплата. И расплата нашего героя в конце спектакля связана с тем, что его, что называется, ни огонь, ни дыба не взяли. И спасла его материнская любовь и вера в него, когда верить было не в кого уже и не во что. Но наказание он несет страшнейшее. Его пытаются герои вернуть назад в ту жизнь, в которой он нагадил, и начать все сначала, выучив азбуку общения с людьми. Под занавес года молодежный театр представил еще одну громкую премьеру. Свою новую сказку Труппа называет важной. Она о самом главном в жизни чувстве, о любви. Удивительное путешествие кролика Эдварда войдет в постоянный репертуар МТА. А вот когда можно будет вновь увидеть премьеру ансамбля «Алтай», пока неизвестно. Блуждающие звезды поставил народный артист России, легендарный балетмейстер Владимир Васильев. Новый музыкальный спектакль – настоящий творческий эксперимент. Это балет с вокальными партиями и с живой скрипкой. Еще один юбиляр года – Алтайский театр «Кукла-сказка». Пожалуй, главный подарок, что получила Труппа – начало стройки их нового дома. На это из краевого федерального бюджета выделено около 300 миллионов рублей. Работы планируют завершить к июлю следующего года. Чем еще порадует 2019 год театра, узнаем совсем скоро. Главное помните – искусство очаровывает, вдохновляет и окрыляет. Чаще ходите в кино, не пропускайте театральные премьеры и слушайте музыку. Анастасия Романова, новости и итоги. Первые в мире старты лучших грибцов на Алтае. Громкая победа на турнире «Стюдент Хоккейт Челлендж». И куда же без чемпионата мира по футболу? О самых громких спортивных событиях минувшего года Дмитрий Гладких. Уходящий год был богат на спортивные события. Пожалуй, самым главным стал чемпионат мира по футболу, который прошел в России. Наша страна в первый раз в своей истории стала хозяйкой Мундиаля. А сборная сумела дойти до 1-4 финала, где лишь в серии пенальти уступила будущим финалистам Хорватии. Многие жители Алтайского края не только смогли посетить матчи главного футбольного события года, но и принять непосредственное участие в проведении чемпионата мира, став волонтерами. Кроме того, в составе сборной России выступил и воспитанник алтайского футбола, полузащитник питерского «Зенита» Александр Ерохин. Небывалый ажиотаж вызвал первый в Алтайском крае международный турнир по гребле Кубок чемпионов. За право провести этот турнир боролись Китай, Венгрия и Канада. В итоге его завоевал наш регион. В Барнаул приехали суперзвезды мировой гребли. А комментировал старты в прямом эфире на весь мир Дмитрий Губерниев. Барнаульские хоккеисты студенческой команды «Динамо Алтай» выиграли международный турнир «Стюдент хоккей челлендж» в Красноярске. Соревнования проводились под эгидой студенческой хоккейной лиги России. Кроме того, Барнаул вошел в число городов, которые удостоились права принять эстафету огня Всемирной зимней универсиады. Она пройдет в марте следующего года в Красноярске. Я думал, волноваться буду не сильно, потому что вроде прошел и Олимпийские игры не одни, и чемпионаты мира. Когда нес хоккейл, наверное, все это передалось. Очень сильно волновался. Но хоть ощутил причастность к большому великому событию, потому что все-таки это первая зимняя универсиада, которая состоится в нашей стране. В командных видах спорта в 2018 году не обошлось без сюрпризов. И если «Алтайбаскет», «Коммунальщик», «Университет» показали ожидаемые, невысокие результаты, то футболисты барнаульского «Динамо», провалив осеннюю часть чемпионата, впервые за последние 27 лет вышли в одну 16-ю финала Кубка России, где встретились с представителем российской премьер-лиги Оренбургом. Матч вызвал небывалый ажиотаж в краевой столице. И пусть барнаульцам не удалось пройти дальше, праздник футбола все же состоялся. Пожалуй, самой негативной новостью уходящего года стало закрытие барнаульского дворца зрелища «Спорта». Из-за несоответствия здания требованием пожарной безопасности в одночасье крыши над головой лишились «Алтай», одноименная спортивная школа, а также фигуристы. Безусловно, это не могло не сказаться на промежуточных результатах флагмана алтайского хоккея. В индивидуальных видах спорта было много взлетов и падений, но в целом алтайские чемпионы порадовали очередными рекордами. Сергей Шубенков, Яна Кирпиченко, Полина Миллер, Виктор Муштаков, Сергей Найдин, Виталий Щур, Дмитрий Золотов и другие наши атлеты не подкачали, принеся очередные медали в копилку нашего региона на различных российских и международных стартах. Ну а спортсменом номер один в этом году, по мнению комиссии регионального управления спорта и молодежной политики, назван заслуженный мастер спорта России по пулевой стрельбе Сергей Каменский из Бийска. Он получит приз «Олимпийская доблесть Алтайского края». Каменский завоевал три медали на чемпионате мира «Два золота и серебро», выиграл чемпионат Европы. Кроме того, в его активе победы на России и этапах Кубка мира. Впереди алтайским чемпионам предстоят очередные крупные старты, так что 2019 год должен стать важным и переломным для многих из них. В командных видах спорта барнаульские спортсмены постараются не только сохранить завоеванные позиции и закрепить свой успех, но и попытаются улучшить свои результаты. Дмитрий Гладких, Антон Червяков, Алексей Шаульский, Сергей Балуев. Новости. Ни один Новый год не обходится без мандаринов. В этом году телеканал «Катунь-24» вновь продолжил традиционную акцию «Мандариновое настроение». Героям лучших сюжетов и программ, жителям разных районов и городов края мы подарили 120 килограммов оранжевых фруктов. Как это было, смотрите далее. Здравствуйте, это снова «Мандариновое настроение». Каждую неделю мы будем дарить по ящику мандаринов героям наших сюжетов. Мы продолжаем дарить праздничное настроение. Уже пять лет подряд каждую зиму в канун Нового года корреспонденты «Катунь-24» делают новогодние сюрпризы героям своих сюжетов. Самые яркие ньюсмейкеры получают целый ящик волшебных оранжевых фруктов. И каждый заряжается мандариновым настроением. Спасибо нашим астрономам и уфологам пригодиться под Новый год. Я тоже вам желаю самых-самых благодарных зрителей, лучших рекламодателей и только хороших репортажей с самыми добрыми новостями. Я думаю, что мы сейчас попробуем угостить символ наступающего года. Медик разработал методику расщепления позвоночника. Спортсмен. Прошел самую сложную в мире дистанцию по триатлону. Школьник спас тонущего друга. Офицер-штурмовик-женщина. Мастер спорта по кикбоксингу и боксу. Чемпион России по рукопашному и универсальному бою. И это далеко не все герои, которые заслуживают оранжевого поздравления. Это наша такая добрая предновогодняя традиция. Те герои, кого мы выбираем для мандаринового настроения, они оставили никого равнодушным в нашей редакции. Я думаю, что с нашим выбором согласятся и телезрители. До Нового года считанные дни. Мандарины подарены, елка наряжена, подарки куплены. Но разве хорошее когда-нибудь заканчивается? Уже в декабре 2019-го мы снова будем стучаться в двери жителей края и дарить мандариновое настроение. Яна Аксенова, новости и итоги. Такой был уходящий 2018 год. Спасибо, что провели его вместе с нами. Здоровья, оптимизма, финансового благополучия. И до встречи в следующем году. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова